Видел фотку с мечети в Чечне? Там детей в флаг России выставили и составили молиться за кадыровцев. Да, я видел, конечно, эту. Не то что фотографию, я видел само видео, где дети, значит, одетые в красные комбинезоны, белые и синие, их расставили так, чтобы получился триколор. Сверху это все снимают и заставляют их молиться за кадыровцев. Я как-то пытался проанализировать вообще то, что делает кадыров, хотя как-то разумом понять то, что кадыров делает, в принципе, никогда невозможно. Но все равно ты пытаешься это делать. И я думал, вот кадыров заставляет людей собираться в мечетях и молиться за свое кадыровское пушечное мясо, которое он отправляет в Украину воевать. И вот я думаю, молитва это ведь абсолютно добровольная вещь, которая между тобой и Господом миров. Ты не можешь человека заставить молиться. Ну, не работает это так. Вероятно, кадырову это никто не объяснил, или может он это в принципе не понимает, что молитва и условием молитвы, ее принятия является искренность. Условие это, основа основ. Не принимается молитва человека, если он возносит ее неискренне. Как может человек молиться искренне, если его принудили? Это невозможно. Такая молитва не имеет смысла. И вот я думаю, неужели настолько, да, понятно, что у них очень плохое положение в Украине. И неужели кадыров решил, что теперь никто, кроме Господа миров в Украине им не поможет. Они там встряли, они несут там конкретные потери. Их ежедневно там пух и прах разносит украинская армия. Неужели он, осознав это, решил, что теперь помощь может прийти только от Господа миров, и надо ему молиться. И вы представляете, поняв вот эту суть, что нужна помощь, может быть, только от Господа. Но даже здесь он решил принудить людей к тому, чтобы они молились Господу и просили Господа помиловать этих кадыровцев, помочь им там, может быть, победу он просит. Я не знаю просто, как это понять. Разум это не может понять. Это настолько абсурдно. Можно призывать людей к тому, чтобы они молились. Можно их просить об этом. Но заставить нельзя. Заставить можно человека себя оговорить. Заставить его можно работать. Его можно заставить сброситься с какого-нибудь этажа и разбиться к чертям. Можно заставить. Его можно заставить поехать в Украину и воевать в качестве добровольца файкового. Его можно заставить. Но молиться человека искренне заставить нельзя. Это невозможно. Ты не можешь. Он будет делать вид, что он молится. Он даже будет молиться, но это будет не искренне. Он принужден к этому. Такая молитва не имеет никакого смысла. В общем, это очередной абсурд, который происходит в Кадыровской Чечне. Почему ты не поддерживаешь нас, людей из Донбасса? Мы ведь просто хотели независимости. А нас убивали наши же украинцы. На Украине стреляют месяц. У нас уже 8 лет. И ты молчал, не жалел нас. Отличный вопрос. Почему я не поддерживаю вас, людей из Донбасса? Очень поддерживаю. Как раз таки людей из Донбасса, украинцев, я поддерживаю. И я говорю, что Донбасс это Украина. И Россия должна убраться с этой территории. Мы ведь просто хотели независимости. А нас убивали наши же украинцы. Так в том-то и дело, что если вы украинцы и считаете украинцев вашими, то ни о какой независимости речь идти не может. Если вы, как ты говоришь, украинцы, то вы являетесь частью Украины, своего государства. У вас не стоит вопрос самоопределения. Так как украинцы, они самоопределились, у них есть своя страна, Украина. И вы являетесь частью этой страны. А если вы себя не относите к этой стране, вы считаете, что вы русские или вы россияне, то, пожалуйста, покиньте территорию Украины. А Донбасс это Украина. Покиньте ее, отправляйтесь в Россию и живите себе здорово в России. У вас не стоит вопрос о независимости. У вас стоит вопрос отжатия территории Украины. Вопрос независимости стоит у Кавказа, у кавказских народов, которые ментально, религиозно, культурно настолько другие. Мы как восток с западом далеки от россиян, от русских и других представителей российских народов. Настолько мы разные. Мы просто не можем быть вместе. И у нас нет нигде какой-либо страны, которые бы нам позволили самоопределиться. Никакой другой Чечни на материке Северной Америки, Южной Америки, Африки или Австралии не существует. И рядом на территории Европы тоже не существует. Мы исконно жили на этой территории. И мы на той территории, на которой мы всегда жили. И на которой никогда не было ни одной русской деревни. Никогда. Пока Россия не стала, не начала свою экспансию на Кавказе. Мы хотим на этой территории жить в своем собственном государстве. Решать вопросы, возникшие между собой по своим законам, не по закону России. Вот чего мы хотим. А вы на Донбассе, вы просто паразитируете на этой борьбе народов за свою свободу. Вы пытаетесь имитировать, что вы тоже боретесь якобы за свою свободу. Но это лишь грязный обман с вашей стороны. Вы просто пытаетесь отжать часть территории у Украины. И вам сделать это не удастся. Салам алейкум, Тумсо. Постарайтесь сделать эфир с Алексеем Арестовичем и обсудить тот факт, что те, кто поехал из Кавказа за Россию, они не кавказцы, а предатели памяти убитых наших ветков против Рашки. Вы знаете, они-то кавказцы, понятно, что они из наших народов. Но это не они представляют наши народы. Вот так нужно правильно объяснять. Не говорить, что, допустим, эти же кадыровцы, они чеченцы. Да, они чеченцы. Но не они сегодня олицетворяют этот народ. Не они являются большинством этого народа. Они это предатели нашего народа. Это те, кто когда-то не смог, ну не так давно когда-то, не смог выступить против врага, когда тот пришел к нам так же, как он пришел сегодня в Украину. Они не смогли против него выступить. Не хватило мужества. Они перешли на его сторону. И в рядах его войск стали сражаться с нами против нас. В результате нас оккупировали. И сегодня они являются российской властью у нас. Хоть они и чеченцы. Точно так же, как украинцы. Ведь в российской армии тоже есть украинцы. Этнические. Но эти украинцы из российской армии, они не олицетворяют украинский народ. Не по ним судят о украинском народе. Вот точно так же не по кадыровцам надо судить о чеченцах. И не по тем кавказцам, которые сражаются в рядах российской армии, нужно судить о кавказцах. Редактор субтитров А.Семкин